Несколько стихов из Священного Писания. Вообще мы живем в такое непростое время. Вы знаете, время такого быстрых изменений. Мы живем в такое время, когда в любой момент может что-то произойти. В любой момент может что-то измениться, и далеко не в лучшую сторону. И тем не менее мы должны, осознавая, понимать это, и мы должны быть готовы к этим внезапным переменам в жизни и в мире. Вы послушайте, что говорил Иисус Христос в Евангелии от Луки, 21 глава, 26 стиха. Он говорил, что придет такое время, когда люди будут издыхать от страха. Вот представьте себе, он говорит, люди, придет такое время, когда люди будут издыхать от страха. Что это такое? Издыхать от страха. То есть они будут переживать такой стресс, и люди будут умирать от инфарктов. То есть их сердце будет останавливаться. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. То есть, посмотрите, еще он говорит, от страха и ожидания бедствий. То есть бедствия будут приходить одно за одним, одно за одним. И люди будут находиться в таком ожидании. Вы знаете, мы очень часто так слышим, и проповеди можем слышать, и где-то в мире нам говорят, нужно ожидать лучшее, нужно ожидать что-то хорошее. Но Христос говорит о том, что придет такое время, когда люди будут находиться в ожидании бедствий. Почему? Потому что вот эти бедствия, они будут приходить, 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 и человек будет находиться в неком таком страхе. Почему? Потому что силы небесные поколеблются, то есть что-то произойдет, что-то произойдет с этой природой, что-то произойдет, все будет меняться, все будет не так, как должно. 27 стих. Именно поколеблются силы небесные. Люди будут находиться в таком ожидании бедствия, ожидании в таком издыхать от страха, то есть атмосфера такая в мире будет. Он говорит, вот когда начнет это сбываться, тогда вы восклонитесь и поднимите головы ваши. То есть он говорит нам, что вы, вы другой народ. Когда вы увидите, когда вы почувствуете, вам нужно поднять головы ваши и посмотреть. Он делает нас, направляет нас, наш взгляд, наш взор на небеса, на небо. Почему? Потому что приближается избавление ваше. Вот, друзья, мы должны, как люди верующие, знать четко и ясно, что Бог будет судить эту землю. Мы видим с вами, что люди на земле, они не становятся лучше, наоборот. Мы видим, что грех, он царствует, зло процветает. И это приходит и в церковь, тоже церкви меняются. И тем не менее, Христос говорит, что будут люди верующие. И вот он обращается к верующим, истинно верующим, к христианам. И он говорит, я избавлю вас от всех судов, которые придут на эту землю. И я вас избавлю. Поднимите головы ваши. И дальше 34 стих. Я хочу, чтобы мы взглянули на него. И здесь он говорит, смотрите же за собою. Чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Вот он говорит, смотрите за собой, за сердцем. И он говорит о сердце, не о внутреннем органе. Он говорит о внутреннем состоянии человека. Посмотрите, смотрите, чтобы сердце ваше не отягчилось, не стало тяжелым. Знаете, я не знаю, вы переживали ли вы такое, когда внутри вот тяжесть какая-то. Бывает, когда внутри так легко, так свободно. Ты чувствуешь себя, ты можешь так полной грудью сказать, слава Богу. Или так тяжело. Внутри что-то вот сдавливает. Внутри как-то неуютно. И он говорит, что может прийти отягчение сердца. Внутри может быть тяжесть. Из-за чего? Из-за объедения. Из-за пьянства. И из-за забот житейских. Вот когда мы погружаемся, вот начинаем жить на то, чтобы покушать хорошо. И еще покушать хорошо. И еще. И мы думаем об этом. И чтобы как-то по-мерзки развеселить свое сердце. И заботы постоянно. Нужно то, нужно это. И мы вот во всей вот этой рутине, мы забываем о самом важном. Мы забываем о Господе. Мы забываем о Его воле. И поэтому наше сердце, оно становится таким тяжелым. Поэтому мы внутри не испытываем такой легкости, радости и счастья. И вот он говорит, вы смотрите за собой. Чтобы этого с вами не произошло. И если вы чувствуете, что какая-то тяжелость, значит нужно что-то поменять. Нужно что-то исправить. 36 стих. Посмотрите, он говорит. Итак, бодрствуйте. На всякое время и молитесь. То есть, находитесь в таком состоянии бодрствования. То есть, оглядывайтесь по сторонам, да, как бы бодрствует. Когда бодрствует человек, он так как бы смотрит. Заглядывайте в свое сердце. Всякий раз. В правильном ли оно положении. И он, конечно, говорит, и молитесь. И тогда вы сподобитесь избежать всех будущих бедствий. И предстать пред сына человеческого. Мы видим ясно, что Бог хочет сохранить нас от бедствий, которые неизбежно придут на эту землю. Неизбежно. 37 стих. Днем он учил в храме, а ночью выходя проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Вот посмотрите, еще одна очень важная вещь. Почему мы собираемся здесь? Почему мы приходим в воскресенье утром в храм, в четверг мы приходим на собрание? Почему? Мы как бы в это время анализируем свою жизнь. Эти собрания, они помогают нам немножко остановиться, подумать о вечности, подумать о нашей жизни. Когда Дух Божий начинает говорить нам что-то через песни, через стихи, через проповедь, во время молитвы, обличает нас где-то, исправляет. То есть он через эти собрания, Бог нас, ну, как бы ставит нас в правильное положение. Он показывает нам наше внутреннее состояние, наши какие-то неправильные вещи, и подталкивает, чтобы мы исправились. Слава Богу. Поэтому, друзья, не пренебрегайте собранием. Старайтесь быть в этом. И мы видим, что народ приходил к нему и слушал. Слушал то, что он учил. Пусть Господь нас сегодня благословит в это время, чтобы наши уши были открыты, внутренние, чтобы мы были готовы принять Божье Слово. Я верю, что Господь, ну, Духом Святым пребывает здесь, и Он будет говорить к нашим сердцам. И если Бог обличает вас, не ожесточайте свое сердце, идите к тому, чтобы измениться, чтобы что-то исправить внутри себя. И если Господь наставляет вас, дает вам наставление, принимайте это наставление. Может быть, Бог вас сегодня так, знаете, почтит и поблагодарит, и скажет, молодец, сын, верный, добрый раб, верная, добрая моя дочь. Слава Богу. Это тоже замечательно. Аминь, братья и сестры. Давайте мы в это утро встанем на наши ноги пред лицо Господа, и мы поблагодарим нашего Бога. Может быть, кому-то стоит уже покаяться, принять какое-то решение. А также поблагодарить Бога за все те милости и благости, которые Он делает в нашей жизни, совершает, хранит нас, оберегает, заботится о нас. Небесный наш Отец, Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры.